И я не собиралась это рассказывать, но все-таки расскажу, поскольку в течение вот этих трех часов, что мы с вами находимся на этом мероприятии, я не один раз видела в чате такие фразы. Я все-таки хочу вам рассказать эту притчу, она классная, новогодняя, она коротенькая, и вам понравится. И это касается, в общем-то, всех. То есть я поняла, что это все-таки актуально, эта притча. Итак, женщина звонит Богу, звонит на небо, связывается с Богом, говорит, Господи, скоро Новый год, исполни, пожалуйста, все-все мои желания. Господь говорит, хорошо, дорогая, но только я сначала тебя соединю с отделом желаний. Она говорит, хорошо, в общем, соединяет ее с отделом желаний, и ангел из этого отдела спрашивает, здравствуй, милая, что ты хотела? Она говорит, мне Господь сказал сначала с вами связаться, чтобы поговорить именно о моих новогодних желаниях. Ангел говорит, хорошо, только сначала я тебе зачитаю все твои прошлогодние желания. Хорошо, слушаем внимательно. Надоела эта работа? Исполнила, исполнена, надоела. Мне бы хоть маленькую-маленькую квартирку какую-нибудь. Исполнена, квартирка на десятом этаже, крыша протекает, но просила же маленькую. Муж не обращает на меня внимания, исполнена, не обращает. Мне никто никогда не подарит цветы, исполнена, не подарит. Подруги у меня дурочки, исполнена, подруги дурочки. Мне бы хоть немножечко денег, исполнена, хлеб хватит, на сапоги уже не потянешь. Дальше продолжать? Продолжать дальше? Дальше, а теперь берем, я продолжу все-таки дальше. Никто не хочет ко мне регистрироваться? Исполнена, никто не хочет регистрироваться. Никто не хочет работать из тех моих новичков? Исполнена, зачем оно им надо? Ты же загадала, они будут работать. Никто не делает заказы в моей структуре? Исполнена, не делают заказы в структуре. Это все ерунда, это все неправда. Исполнена, это ерунда и неправда. То есть, дальше продолжать? Узнаем свои слова, узнаем свои мысли. Каждый раз, когда мы посылаем вот эти вот, когда мы даем посыл, да, что что-то не так, поэтому с этого момента убираем частичку «не», и обязательно Господь и Вселенная нас вознаградит и сделает так, как мы просим. Верьте в себя, никогда не останавливайтесь, ведь у нас жизнь одна, но куда еще дальше? Куда еще дальше? Хуже точно не будет, поверьте, я узнавала. Моя команда знает, я узнавала у хороших источников, что будет только-только лучше, будет хорошо. И поэтому каждый раз, когда вы о чем-то думаете, вспоминайте эту притчу и вспоминайте то, что каждая наша мысль, она материальна, и она рано или поздно сбудется. Поэтому частичку «не убираем» из своей жизни, и с этого момента мы с вами, мы все можем, к нам все регистрируются, у наших мужья лучше, нам все дарят цветы, у нас дети самые послушные, мы все-все здоровы, у нас развивающийся, саморазвивающийся мега-бизнес, у нас самая лучшая команда. И только так, да, и я лидер, за мной пойдут люди. То есть вот так нужно мыслить, вот так нужно людей звать за собой, а не ставить плачущие смайлики, говорят, никто не хочет. Вот так нужно делать. И когда вы так будете делать и думать, вот тогда у вас будет развиваться команда.